Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Сабрекова и я преподаватель проекта Художник онлайн. Сегодня нас с вами ждет необычный обзор. Мы с вами протестируем масляную пастель марки Ашан. Очень часто мне задают вопросы, чем же отличаются профессиональные материалы от любительских пулов профессиональных. И давайте сейчас сравним эту пастель с пастелью марки Мунгио и Сенелье. Пастель упакована в картонную коробку и на пластиковой подложке лежат 24 мелка. Цвета очень яркие, сочные. Давайте попробуем эту пастель в работе. Мы можем наносить штрихи самым кончиком мелка и получаются вот такие вот достаточно тонкие четкие штрихи. Можно наносить штриховку в разных направлениях. Также можно смешивать несколько оттенков друг с другом. Если мы говорим о белом мелке, то он не очень укрывистый. Я сейчас по тонированной бумаге пробую нанести белые штрихи и практически их не видно. Скорее белым цветом можно попробовать смешать несколько оттенков друг с другом. Теперь давайте попробуем нанести широкие мазки пастели и залить плоскость одним цветом. Как мы видим, слой пастели полупрозрачный. Если носить тонкие слои пастели, то хорошо читается фактура бумаги. Попробуем яркие оттенки. Они несколько более укрывистые и сами цвета сочные и насыщенные. Попробуем перекрыть один цвет другим. Например, более темным цветом постараемся перекрыть, более светлый. И постараемся перекрыть более светлым цветом более темный. Перекрывается не совсем хорошо. С темными оттенками ситуация лучше, хотя цвета скорее смешиваются друг с другом. А когда мы перекрываем более светлым цветом более темный, то только чуть-чуть светлый оттенок перекрывает более темный. Теперь давайте сравним эту пастель с мелками фирмы Мунгио. Сейчас мы работаем в штриховой манере и накладываем штрихи друг на друга. Пожалуй, чуть более мягкая эта пастель, поэтому штрихи чуть менее тонкие у нас получаются. Попробуем наложить более темные штрихи поверх и слегка растушевать. У нас нет этого полупрозрачного эффекта, когда кажется, что пастель скатывается в маленькие комочки. То есть достаточно ровная растушевка получается, даже если мы работаем не очень толстым слоем пастели. Теперь попробуем белым цветом какие-то детали поверх прорисовать. Достаточно неплохо прорисовываются белые детали. Можно даже поверх серой бумаги нанести несколько штрихов и заметно светлее будут эти штрихи, чем оттенок бумаги. Теперь давайте сделаем плотную заливку. Как вы видите, достаточно ярко у нас пастель закрывает бумагу и мы получаем очень ровный однородный тон. Теперь попробуем закрыть один цвет другим. Мы нанесли красный цвет, теперь сверху попробуем положить синий. Как вы видите, пастель тоже слегка смешивается с нижним слоем. То есть вот у нас оттенок пастели в чистом виде, а вот когда мы его накладываем на красный, он становится слегка более теплым. И белый цвет. Светлая пастель смешивается в большей степени с нижним тоном, чем темная. Но мелкие детали в принципе прорисовать можно. Можно попробовать снять мастихином верхний слой пастели. И мы видим, что под верхним слоем обнажается нижний слой. Если мы наносили пастель на бумагу, то у нас обнажается цвет бумаги. Ну что ж, друзья, мы с вами протестировали пастель фирмы Ашан и сравнили ее с профессиональной пастелью корейской фирмы Мунгио. Мы с вами обнаружили, что пастель фирмы Ашан неплохо работает в штриховой манере, имеет яркую цветовую гамму. Таким образом, пастель фирмы Ашан хорошо подходит для линейных набросков, для штриховой манеры и для каких-то очень быстрых зарисовок. При этом, если вы хотите работать в более профессиональной технике, если вы хотите работать в многослойной манере, либо накладывать пастель густым толстым слоем, делать плавные переходы от одного цвета к другому, то лучше использовать более профессиональную пастель. Например, пастель фирмы Мунгио. Также для этих целей хорошо подойдет пастель фирмы Синелье. Она более густая и более укрывистая. Особенно хорош белый цвет в этой пастели. Посмотрите, как легко она перекрывает даже темные оттенки. Я надеюсь, этот обзор был для вас полезен и желаю вам больших творческих успехов! Продолжение следует... Правильник. Продолжение следует...